Всем привет, привитули девчули, ну что, добро пожаловать в мое новое видео, где я буду делать себе новые nails. Блин, такой формат я так давно не снимала. Я даже забыла как-то снимать, сейчас будем вспоминать. У меня тут столько новостей, будем отвечать на вопросики, короче, делать новые ноготочки. Я уже зарисовала как будто nails. Тут немножечко набросала, будто он в стиле барби. С одной стороны я сделаю руку с длинными ногтями, то есть левую. Та рука, которая в принципе не нужна. Вам же тоже левая рука не нужна. А на правой сделаю короткий, тоже с дизайном. Давайте уж наконец спилим, просто посмотрите на до. До трэш. Как можно с такими ходить длинными отростками? Уже позорище просто. В новой пижамке, кстати, вчера приобрела. Синя такая на черном. У меня, кстати, новая машинка, я вам не показываю, ребята, в новочке. Вообще, когда последний раз я снимала видео про ногти, это было еще когда я жила в Москве. Год назад. Офигеть. Ребята, пишите в комментариях, что хотите еще такие видео. Я снимаю по настроению, сами понимаете. Чаще все-таки я выпускаю такие шорсы. Да и вообще в целом я очень давно ногти с ней делала. Это я делала вообще вперми, блин. Прикиньте. Я купила себе новую такую машинку на Алиэкспрессе. Это получается машинка, которая спиливает и сразу же засасывает пыль. Мне очень понравилось. Это гениальное изобретение для домашнего использования. Блин, я опять забыла, какие насадки использовать. Я из-за того, что редко делаю ногти, я реально забываю. По-моему, я использую вот эту. Пластмассовую. Каждый раз вот так. Вот если бы я была, знаете, мастер маникюр, который делает ногти каждый день, конечно бы я все помнила. Тут еще есть вот такая подставка. У меня когда-то была она, но я ее выкинула. Прикиньте, когда я купила свою первую машинку, я вообще выкинула эту подставку, потому что я не знала, для чего она. А это очень удобно. Тут вот такие кнопочки. Блин, как будто реклама машинки, но это не так. Он, кстати, еще классно сосет очень. Настолько, да? Ладно, погнали. Правда, неудобно, что иногда можно рукой задеть. А тут кнопочки прям сенсорные. Реверс. О, боже, как я давно не спиливала. Смотрите, ну то, какие у меня длинные ногти. И во время того, как я буду убирать кутикулу, я буду отвечать на ваши вопросики. Потому что в своем телеграм-канале, для тех, кто вдруг еще не подписан на мой телеграм-канал, ребят, подписывайтесь, потому что я там активно его веду, активно с вами общаюсь. Сплетничаю. В общем, рассказываю все свои новости именно там. Вы приходите туда. Все сливы какие-либо на ютубе, которые происходят, они именно там. Потом приходите, подписывайтесь. Это очень важно, ребят. Чтобы ничего не пропускать. Ну а я давайте уже начну отвечать на вопросики. Давай, Якик. Просто кто-то Ярослава назвал Якик. Ну начнем, давай тогда с этого вопроса. Как ты познакомилась с Якиком? Умираю, что ли? Умираю, да. Уже смех деда. С Якиком в Тиндере познакомились. Типа у нас просто максимально все было банально. Следующий вопрос. Хотела бы выйти замуж? Слушайте, ну, наверное, когда-то. Ну не сейчас. Для меня это не самое важное в жизни. Я просто считаю, что можно и без этого прожить. А что для тебя самое важное? Карьера. Стать самой богатой женщиной в мире. Я думал, я. Ну ты тоже. После карьеры. Ну нет. Короче, ты на первом месте, но... После карьеры. Короче, этот штамп в паспорте для меня ничего не значит. Он мне уже предложение раза три делал. Нет, больше. А я бы хотел, во-первых, видеть тебя с твоей женой. И тут суть не в штампе, ну, в паспорте для меня. А это что-то более на другом уровне, более на духовном, наверное, больше. Не хочешь открыть свой салон красоты? Хочу. Когда-нибудь. У нас в планах это точно имеется. Срок реализации пока неизвестен, но точно будет. Короче, ребят, ждите, когда-нибудь будет салон Графская. Салон у Граф. Граф is beautiful. Ой, вот это хорошо, кстати. Ну ты придумаешь, ты у меня это мастер придумывается. Вот вы его не знаете, а он на самом деле очень креативный человек. А ты встретишься с Дашей Дошик? Я когда приезжала в Москву, я писала Дашей Дошик. Но она живет в Казахстане, как оказалось. Короче, если Даша Дошик хочет со мной снять видео, если вы хотите видео с Дашей Дошик, я только за. Я с удовольствием сниму видео с Дашей Дошик. Вот так. Хочешь каких-нибудь питомцев? Да, мы хотим кота завести. Уже год. Следующий твой любимый вопрос, я точно знаю, что он тебе понравится. Будет ли видео с Алиэкспресс? Блин. Видео с Алиэкспресс будет, если мне с Алиэкспресса что-то придет. Ты куришь? Ладно, следующий вопрос. Конечно же нет. Нет, конечно. Я бы уже спалилась. Я только отду ее. Вот это вот пыль с ногтей. Видите? Слышите кашель? Мы уже пропалились. Мы просто когда ездили, снимали Барби, мы заболели. Когда следующее видео с Лисой? Никогда, ребят. Я думаю, вы Лису и так знаете, что, в принципе, мы с ней уже не будем друзьями. Потому что она такой человек, она или дружит с кем-то, или не дружит. Вот так. Как же через много лет? Они снова вместе. Ну, слушайте, на себя может быть остальные вопросы. Я буду отвечать постепенно на протяжении видео. Поэтому, ребят, мы не переключаемся. Столько всего интересного будет. Прощайте ногти, пора их отрубать. Так, главное хорошо отрубить, чтобы, знаете, можно было нарастить еще классненького. Как хорошо отходит. Думаю, сейчас отлетать будет. Я решила, что этот раз я буду наращивать не на типсы. Ну, типсы это, конечно, классно, если их наклеить именно на конец. Но потом нужно все равно, в любом случае, выпиливать форму. И мне кажется, проще уже сделать сразу на форму. Это единственная форма вообще, которая у меня есть. Я попробую нарастить на них. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях название бренда, где может быть реально нормальная форма. Я почему перешла на типсы? Потому что у меня не получается работать с формами. Кто-то мне писал, чтобы я работала на верхних формах. Если я наращиваю длинные ногти, я вообще просто даже не представляю, как я должна работать на верхних формах. Потому что, по-моему, они не подходят, если ты делаешь очень длинные ногти. Да, так однозначно. Теперь по-домашнему, а то было темновато. У меня, кстати, помните, была подсветка вот эта сзади? Она упала! Она упала за кровать, и я не могу ее достать. Ну, вот, кстати, то, что я оставила ноготок, реально лучше. Смотрите, как классно приклеилось. Я просто вообще не понимаю вот этих людей, которые вот наклеивают на все ногти, и потом наращивают, и у них ничего не отвалится. Я реально давно не наращивала. Опыта ноль. И так сойдет, это прям про меня. Вообще, эту форму надо подрезать. У меня там вообще пространство. Ну вот, я сделала уже четыре пальца. Вы представляете? И причем, кстати, я бы не сказала, что очень долго, но они совсем-таки кривоватые. Их надо подравнивать. Вот этот очень идеальный. Вот что я в итоге напилила. На одном из пальцев я решила, что нарисую прям Барби одну часть ее, потому что влезет только один на ее глаз. Я никогда в жизни не рисовала лица на ногтях, и я вот хочу впервые попробовать. Не знаю, что из этого получится, но попробовать стоит. Сейчас я хочу это наметить все карандашом, потому что я видела, что именно так делают. И потом уже обводить, намешивать цвета. Что-то вот такое наметила. Сейчас буду намешивать цвета. Я намешала цвет, очень похожий на цвет лица Барби. Я буду постепенно это все намешивать. Но строго не судим, это мой первый раз. Я думаю, включу таймлапс, а то я буду это долго рисовать. Не как эти профессионалки, которые рисуют это за 30 минут. На самом деле, это было максимально увлекательное занятие. Мне безумно понравилось рисовать, намешивать эти цвета, оттенки. И реально у меня это получалось, потому что я все-таки художник. Поэтому для меня это было несложно, на самом деле. Прошло уже очень много часов в том моменте, как я начала рисовать эту Барби. А если будет точнее, то часа два, наверное, я ее рисовала. Время пролетело очень быстро. Вот так получилось. Получилось, конечно, 10 из 10. Реально, офигеть, как круто вышло. Я сама от себя не ожидала. Остальное я доделала уже завтра. Я думала, если честно, сегодня сделаю все ногти. Но что-то так долго все затянулось, что я вот вообще уже не могу. Я хочу спать. День номер 2. Сегодня у меня было влом краситься, поэтому сегодня был Natural Girl. У меня еще сегодня была мысль, может быть, здесь Кена нарисовать с другой стороны. Типа другая сторона лица. Это Кен. Нет, ребят, я больше не хочу рисовать. Мне правда очень понравилось рисовать девчулю, но это очень долго и изнурительно. У меня есть вот такие наклейки, которыми я сегодня не побоюсь воспользоваться. Я их купила в Москве еще. Прикиньте, я купила, короче, много всего для маникюра, там всякие лаки прикольные. И, короче, забыла в своей квартире. В итоге мы там отправляли. Одна из кисточек там, и помимо этого еще была кисточка, сломалась просто пополам. Если я вам покажу, это вообще лол. Вот, я такую классную кисточку покупала. Она просто пополам сломалась при транспортировке, представляете? Ну, это я брала, чтобы рисовать тонкие линии. Ну, смотрите, я справилась. Хоть у меня кисточка была, знаете, они там раздвояются уже кисточки со временем. И все равно все классненько нарисовала вчера. Давайте сделаем вот этот большой палец. Я хочу на этом ногте нарисовать, написать Барби. Я хотела сделать объемные буквы, просто такие розовые. Но у меня еще есть вот такая вот штучка прикольненькая. Она рисует вот такие вот серебристые линии, я думаю, вы видели. У меня есть вот такой лак новенький. Он с блестяшками, смотрите. Вау! Вау! Какой свет! У меня уже как-то кутикула выросла. Такое ощущение, потому что она что-то там вылазит. Сейчас я покрою в 100 слоев и будем делать буквы. Продолжаю отвечать на опросики в моменте, пока буду делать буковки. Ты вернешься жить в Россию? Так я же вернулась жить в Россию, я же уже снимала видео про это. Так мы в России. Так я в России вообще-то живу, я просто приехала сюда, это по делам. У меня тут просто это, аренда вилла заканчивается, нужно дожить, а потом вернусь, все. Получается вот так. Вы общаетесь с Сенса-санкой? Да. Я пытаюсь гелем написать Барби. Ты представляешь, насколько я профессионалка? Ты вообще сверхпрофессионалка. Реально, это непросто. Ну, я стараюсь. Задумывалась ли ты о старости? Слушайте, каждый день задумывалась, потому что мне уже 24 скоро. Старость уже совсем близка. Уже пора ботокс-блог делать. Вот Марк уже делает, я еще пока не делаю. Хоть бы Марку прибыть, если ты уже ботокс делаешь. Не, на самом деле, мне пофиг на эти морщины, я готова с морщинами ходить. Мне реально пофиг вообще. Вот и проверим, в 40 лет буду морщинистой или нет, зато сразу будет видно, да? А что скрываться, да? Значит, вот такая вот Барби надпись у нас получилась. Можно вообще обвести вот этой штучкой. Будет зато точно видно все. Сначала покрою топом. Я сейчас, получается, беру и вот разглаживаю этот гель для того, чтобы рельеф сохранить. Как я рада, что я купила наконец, потому что мне ее реально не хватало в маникюре. Вроде и без этого клево, да? Ну, с этим как будто бы прям вот выделяется. Еще краска такая пигментированная. Мне зашло! Сейчас дорисую все остальное и покажу, что получилось. Вау! Просто вау, ребят, скажите. Это же просто идеально получилось. Я очень рада, что я так сделала. На этом, как я сейчас хочу сделать белую подложку, наставить пятнышек, ну, типа градиента. И потом тоже нарисовать всякие линии вот такие. Давайте посмотрим. Алиса! Орет на Алису, глянь, оговорила, что подруга. Я думаю, какие у меня трусики смотрятся. Что делаешь? Ой, какая вообще найс. Что делаешь? Ну, вернее, покажи, на какой стадии уже. Ты посмотри, какое Барби написала. Вау! Суку ты мне будешь делать. Как так? Справишься? Я не умею. Видишь, ноготочки очень хорошие, кстати. В смысле? Куда это ты отходишь? Я пошел. Вот так уже получается просто шикарно. Сейчас я хочу на этом ногте сделать Барби в сердечке. У меня есть вот такие наклейки. Я хочу взять вот эту Барби с короной и приклеить. Я думала, это, знаете, через воду они переводятся. Это просто наклейки. Хотела бросить снимать? Да, я хотела бросить снимать, когда вот был 2021 год, и я снимала безвылазно по два ролика в неделю. Прикинь, два ролика в неделю? Я сейчас про это думаю, это же вообще же жесть. Это, прикинь, я сняла видео, я его смонтировала, выпустила и снова снимаю. Здорово. Было классно. Ну, YouTube тогда просто мотивировал снимать. Сейчас как-то это... Только ты мотивируешь. Будут влоги с путешествиями. Да, ну вот влоги. Последний вышел, можно сказать, да ведь? Если вам есть такие видео, пишите. Будут больше таких видео. Авиасейлс тоже напишите нам. Вот такое вот я сердечко выложила. Ну, нереально выглядит, скажите. Я решила на этом пальце сделать что-то похожее. Издевались ли над тобой в школе? Да? Еще как? С такой гордостью говоришь. Да? Еще как? Буллин, это мое. Я вам на всех интервью про это рассказывала. Поэтому, ребят, было, да, делала? Если бы у меня был когда-то ребенок, я бы ему сказала. Вот ты сейчас в школу пойдешь, и если тебя хоть кто-то обидит, или тебе не понравится твой коллектив, мы сразу же переведемся в другую школу до тех пор, пока не будет идеального коллектива. Потому что все-таки коллектив в классе, это самое важное. Ты с ним... Прикинь, столько... Я 9 лет была в школе, все с одним классом, и не все эти 9 лет меня булили. Это вообще же жесть. Ну, теперь где они, а где ты? Да. Трудные времена делают сильных людей. Я доделала полностью эту руку. Очень устала на самом деле, но мне безумно нравится, как получилось, ребят. Это же просто шедевр. Сейчас я буду делать правую руку. Здесь все более просто будет. Я просто хочу наклеить много разных наклеечек. Просто ужасный розовый. Это слоев 5 уже. И он все равно пляшит. Я поэтому здесь вообще покрывала блестящим цветом. Мне не особо понравилось, как получился этот ноготь. Он выглядит как-то очень дешево из этого цвета дурацкого. Типа здесь выглядит хорошо, а вот здесь реально дешево. Если что, еще короткий ноготь. Знаете, прям как 2000-х маникюр такой. Блин, дай бог, чтобы эти наклейки не отклеились. А дальше все пошло как по одному месту. Хотела сделать красоту, а получился понос. Эх, ну что делать? Выкручилась как могла. Я закончила. В общем, вот такой результат. Пишите в комментариях, как вам мой нейл. На правую руку, конечно, такая себе. Я пыталась что-то сделать, чтобы вывести. Мне нравится мизинчик. Пишите, может быть, я вас вдохновила сделать такой же маникюр. Может, хотите повторить. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я всех люблю и целую. И пишите, кстати, хотите ли вы больше видео про ногти. Если да, то я буду чаще снимать.